ДИКТАНТЕ В этом году всемирная акция «Тотальный диктант» побила все рекорды. 2000 площадок, более 700 городов и 150 тысяч неравнодушных к русскому языку. Как проверку на грамотность прошел Казанский федеральный, расскажет Диана Авакян. Прямо сейчас начнется самая масштабная в мире акция по проверке грамотности «Тотальный диктант». Все мы со школьной скамьи учили многочисленные правила русского языка. Давайте узнаем, какие из них до сих пор приводят в смятение наших студентов. Я не очень сильна в дипричастных оборотах. Университет закончила недавно, но, надеюсь, какие-то задания еще остались. Наверное, грамматических ошибок я не допускаю, а вот с орфографией могут быть заминки. Это слова, которые у меня не в активном запасе, а в пассивном, поэтому это длинные, сложные, иностранные. Если честно, я боюсь того, что попадется в такие предложения, где нужно будет знать, как правильно поставить тире, двоеточие. Ну, вот эти правила. Я немного их забыла. Да. Русский не мой единственный родной язык, и поэтому меня приводит в смятение двойное «Н». То есть, в причастиях и так далее, это очень сложно для меня. Да, я тоже могу сказать насчет правил пунктуации и из орфографии. Возможно, слитное разделе написания каких-то слов. Это довольно сложный вопрос. Проверить себя в этих каверзных и во многом противоречивых правилах русского языка была возможность у всех жителей города. В этом году текст для «Тотального диктанта» был написан специально для акции писателем Андреем Мусачевым. Несмотря на то, что автор пишет в основном для детей, его текст про древний мир совсем непростой и полон как раз теми сложностями, которых так опасались участники. Облегчить понимание текста – задачи дикторов, которые играют в проведении акции большую роль. Я вот текст только что увидел минут 10 назад, первый раз его прочитал. Ну, хорошо, что здесь был профессиональный пилолог. Она мне просто подсказала, где какие, ну, по поводу пунктуации в основном. То есть, где подольше паузы, где еще что-то такое. Как правильно скобки, допустим, выделять интернационно. Казанский университет уже не первый год является одной из главных площадок «Тотального диктанта» в городе. Одновременно в трех аудиториях свои знания русского языка проверили более 300 желающих. Всех их объединила общая миссия международного проекта – пробудить интерес к повышению грамотности. К тому же всех написавших «Добровольно диктантно. Отлично» ждут приятные сюрпризы. Итоги масштабной акции будут подведены совсем скоро. А пока будем помнить – совсем не важно, на каком языке мы говорим. Главное, что писать и говорить грамотно всегда будет модно. Диана Авакян, Роман Самарин, Универньюз. Привлекает профессия журналистики? Давно мечтаешь стать известным журналистом? Нравится бизнес в медиа-индустрии? Тогда следующий сюжет специально для тебя. Газета.ру – это одно из первых интернет-изданий. Жанры интернет-журналистики зародились именно в этой редакции. А у студентов КФУ, обучающихся в сфере медиа-коммуникации, была отличная возможность пообщаться с первым заместителем главного редактора портала «Газета.ру» Евгением Шапиловым. На встрече студенты услышали от компетентного лица всю так называемую кухню издания, узнали основные принципы работы журналистов на портале и уникальности издания «Газета.ру». «Газета.ру» – это одно из первых интернет-изданий. У нас довольно богатые традиции. И, в принципе, во многих жанрах, во многих вещах в интернете мы стали первопроходцами. То есть мы что-то опробуем, либо потом это начинаем применять постоянно, либо отбрасываем, и многие другие тоже подхватывают. И все-таки «Газета.ру» наверное стала одной из первых интернет-изданий, собственно, с которых, можно сказать, начались большие интернет-традиции журналистики в России. Встреча прошла в формате общения. Каждый мог задать интересующий его вопрос. Поэтому необычная пара для студентов прошла продуктивно, интересно и занимательно. Евгений Шепилов не просто ответил на вопросы любопытных студентов, но и дал советы по достижению поставленных целей в области журналистики. Ваши советы для начинающих журналистов? Максимальная практика, конечно. Потому что теория, конечно, хорошо, но я всегда сейчас повторяю, что за одну неделю работы в редакции, в боевом режиме, узнал и научился большему, чем за пять лет в институте. Подобные встречи с успешными в своем деле людьми очень полезны для студентов. Ведь не каждый день дается возможность лично пообщаться со знатоком своего дела. Тем более в такой тонкой и сложной сфере, как журналистика. От Дили Валеева, Роман Самарин, Универ Ньюс. Его творчество многогранно, его жизнь была коротка и сложна, но его талант был безграничен, а наследие бесценно. О том, как проверяли горожан на знании произведений великого татарского поэта Габдуллы Тукая, в нашем сюжете. Родной язык Родной язык Это известный отрывок из стихотворения Габдуллы Тукая «Родной язык». В парке Горького любое стихотворение татарского поэта могли прочитать все желающие, а кто-то из прохожих впервые ознакомился с творчеством земляка. Акция «Тукая и Казанцы» посвящена 130-му дню рождения великого татарского поэта Габдулы Тукая. Идея зародилась в стенах Института филологии и межкультурных коммуникаций Казанского федерального университета. В учебном заведении такие акции проводятся часто, но у парк Горького студенты решились выйти в первый раз. К юбилею мы придумали такую акцию, хотели проверить, как наши горожане, жители Казани, знают биографию творчества Тукая и как они знают стихи Тукая. Надели белые футболки, взяли в руки книги и подходили к прохожим, отдыхающим, задавали вопросы, просили прочитать что-нибудь из творчества. Сначала студенты сами читали стихотворения, после предоставляли возможность горожанам. Начали с татарского языка, затем русский, турецкий. Без внимания не остается и тот факт, что иностранным гражданам тоже известно творчество Тукая. В основном стихотворения Габдулы Тукая известны взрослому поколению, но и молодежь старается не отставать, что еще раз подтверждает богатство татарской культуры. Диана Интимирова, Ленардо Влетьяров, Универ Ньюс. Интернет так и кишит интересными новостями, о которых мы тебе расскажем в рубрике Веб Ньюс. В Казани идет подготовка к празднованию 71-й годовщины Великой Победы. С 20 апреля по 9 мая в честь Дня Победы запланированы десятки спортивных и культурных мероприятий, торжественных обедов и встреч. Педагоги КФУ приняли участие в самой представительной конференции мира по образованию. С 8 по 12 апреля в Вашингтоне прошла 100-я юбилейная конференция Американской ассоциации исследований в образовании. В набережных Челнах пройдет форум иностранных студентов. К участию в форуме приглашены 100 студентов из 11 стран, обучающихся в образовательных организациях Автограда. Казанский «Зенит» выиграл Лигу чемпионов. В финале Евротурнира казанцы играли с итальянской командой Трентину. Музей-заповеднику «Казанский Кремль» передадут японский репринт казанского издания Корана. Токийский репринт 1934 года является первым печатным Кораном, изданным в Японии. Пловец Поволжской академии спорта Александр Красных отобрался на Олимпиаду в Рио. На чемпионате России по плаванию он быстрее всех преодолел дистанцию 400 метров вольным стилем. Дожди и грозы прогнозируют синоптики Татарстана. В Казани также ожидается облачная погода с прояснениями. 22 апреля пройдет всероссийская акция «Библионочь-2016». В этом году к акции присоединится также научная библиотека имени Лобачевского КФУ. Высшая школа ИТИСКФУ совместно с компанией «Самсунг» проведет хакатон «Портрет покупателя. Демографическое профилирование». Хакатон запланирован на 19-20 апреля. К участию приглашаются все желающие в возрасте от 16 до 35 лет. Весна – это жаркая пора не только для аграриев. Именно в эти дни о своем будущем задумываются многие выпускники университетов. Ведь уже совсем скоро им предстоит искать работу. Отличные варианты можно подобрать на ярмарках вакансий. Одна из них прошла на днях в набережной Челнинском институте КФУ. В этом году набережной Челнинский институт КФУ выпустит рекордное количество студентов. Уже через три месяца с институтом распрощается более двух тысяч ребят. Именно для них, а также для тех, кто заботится о будущей карьере еще на младших курсах, была проведена традиционная ярмарка вакансий. Здесь будущим выпускникам предоставилась возможность пообщаться с потенциальными работодателями, пройти анкетирование и собеседование, составить свое резюме. Также были организованы специальные встречи для выпускников. На них студенты узнали о том, как совместить учебу с работой, освоили секреты самопрезентации и правильного написания резюме. Более 30% студентов Елабужского института КФУ планирует поступать в этом году на магистратуру. Об этом стало известно на ежегодном распределении выпускников. Подробнее узнаешь далее. 14 апреля в Елабужском институте КФУ прошло распределение студентов выпускных курсов 2016 года. У нас в университете проходило распределение выпускников по направлению педагогическое образование, психолого-педагогическое образование и профессиональное обучение совместно с Министерством образования и науки Республики Татарстан. К нам приезжал ведущий консультант отдела кадровой политики Министерства образования и науки Гузель Хайдаровна Гатаулина. Нас очень порадовал выбор ребят. Примерно около 30% наших выпускников собираются и планируют поступать в этом году в магистратуру. Есть ребята, которые идут служить в ряды Вооруженных сил Российской Федерации. Более 90% остальных выбрали специальности, направления, по которым они обучались. И в основном идут работать в школы и образовательные учреждения. В ежегодном весеннем мероприятии приняли участие 132 студента педагогических специальностей, 134 обучающихся по направлению профессиональное обучение и 28 человек психолого-педагогического профиля. Диана Вакяна, Динара Алмагомбетова, Денис Сипайлов, Универньюс. Дружеский обучающий ивент КАИстов с участием английских студентов и американских преподавателей состоялся в Книту КАИ имени Туполева. О переозвучке «Властелина колец» в английском театре и многом другом смотри в следующем сюжете. Так русскоязычные студенты демонстрируют знания английского языка перед иностранными ровесниками. При этом ребята из КАИ осваивают курс второго высшего образования по специальности переводчиков в сфере профессиональной коммуникации. Английские студенты упражняются в русском языке в рамках программы тандемного обучения. Русский язык очень трудный, поэтому мы понимаем, как трудно это, когда вы говорите по-английски. Поэтому спасибо вам! В мире формируются совершенно неправильные стереотипы. Русских представляют какими-то агрессорами и прочее. И иностранцы не знают истинной ситуации, поэтому когда они имеют возможность общаться с русскими и общаться со студентами, которые в их возрасте, и получается, и они видят, что интересы одинаковые, мы вообще-то одни и те же люди, и все мы хотим жить в мире, и никто не хочет воевать, и никто не хочет никакой напряженности, то самое главное – это разбить эти стереотипы неправильные. Это очень интересно, потому что они все русские студенты, но они говорили по-английски. Участники блеснули не только знанием английского языка, но и актерскими способностями, чем удивили и порадовали иностранных гостей. Одна группа устроила собеседование с работодателями, другая застряла в листе с интернациональным составом. И еще одна команда умудрилась перевести «Властелина колец» на собственный лад. Да что ты знаешь о настоящей любви? Щегол! Кто сказал щегол? Да он на хипстера похож. Как и ты, впрочем. Главным критерием жюри конкурса презентации послужило понимание речи выступающих, а это нелегкая задача для носителей различных диалектов из разных стран. Студентам помогали преподаватели-носители языка, которые работают в КАИ уже не первый год. Абсолютно важное в этом мероприятии то, что они строят мосты. Студенты учатся разговаривать. Им уже легче общаться и находить общий язык с иностранцами, которые приезжают в Россию. Примечательно, что все участники ивента эмоционально реагировали на выступления. Это значит, что контакт в уютной международной обстановке был достигнут. Победители получили дипломы и сладкие призы. Все остальные искренне удовольствия от общения. Анастасия Иванова, Родион Топал, Хайдар Мундубаев, Универ Ньюс. Многие среди студентов Казанского федерального увлекаются классическими танцами. Котелён, фигурный варс, гранд-марш – все это им давно знакомо. И вот настал тот самый день, когда ребята должны продемонстрировать результаты своих трудов. Хочешь перенестись в атмосферу светской жизни 19 века вместе с нами? Тогда скорее смотри наш следующий сюжет. Прошедший традиционный весенний бал Казанского студенчества стал наглядным примером того, что среди молодежи не угасает интерес к исконным традициям и великой истории России. Бал проводится четвертый год, и каждый, посетив его, смог полностью окунуться в атмосферу эпохи 19 века. В студенческой ассамблее исполняли светские, старинные, классические бальные танцы. Бал Казанского федерального – это единственный бал в Казани, студенческий, который приближен к формату исторической реконструкции. Мы практически на большую долю соответствуем историческим балам 19 века. Безусловно, бал немыслим без классической музыки. Студент КФУ, который уже не первый год работает над написанием авторского вальса, написал для студенческого бала несколько композиций, которые вызвали у студентов неподдельный восторг. Это мое хобби уже 6 лет, а идея пришла. Есть вальс графа Толстого, потому что сам Толстой приезжал в наш универ и написал музыку. И в честь него назвали этот вальс. Это меня вдохновило, поэтому я тоже решил написать свой собственный вальс. Студенты поделились, что готовились к весеннему балу долго. Каждый из них усердно изучал бальный этикет и историю развития бальных танцев. Мы известный бал Казанского федерального университета. Что мы от него ждем? Мы хотим просто хорошо отдохнуть, хорошо провести время и встретиться с друзьями. Люди хотят окунуться в сферу королев и принцесс, хотят ощутить это. Мы всегда интересовались именно историей, историческими танцами, бальными танцами. И вот только ко второму курту решили пройти. На весеннем балу 2016 года всех присутствующих ожидали развлечения, свойственные для 19 века. Это и живые картины, викторины, благотворительные ярмарки, а также креативные творческие номера. В отличие от других балов Казани, бал Казанского федерального университета проводится согласно всем историческим традициям. Без введения новых правил. Аделья Мухаммедшина, Ленар Тавлитьяров, Универньюз. А на сегодня у меня все. Пока-пока! Субтитры подогнал «Симон»!